Добрый день, мои дорогие любители продукции компании Эйвен. Сегодня я покажу обзор по заказу 11 каталога. Итак, начнем с самого интересного. Это, как называется в каталоге, домашняя одежда. Входит вот такая футболка и брючки. Давайте разглядим для начала футболочку. Качество материала здесь 65% полиэстер и, по-моему, 35% вискозы. Вы видите, очень мягкая, очень мягкая футболочка, очень-очень приятно к телу. Здесь такой вот воротничок, он смотрится очень здорово, как в каталоге, действительно. Просто, ну, как-то вот не очень удобно здесь его разложить и красиво вам показать. Плюс, конечно, такой вот кармашек. С обратной стороны это как обычная футболка. Я думаю, что материал этот не будет растягиваться. И вообще, мое мнение, что это можно носить как и домашнюю одежду, а также спокойно, плюс как пижамка. Потому что спать в ней будет тоже комфортно. А теперь давайте покажу брюки. Так, брюки. Брюки это 100% полиэстер. И на ощупь это как шелк. Очень легкие, практически, знаете, такие вот воздушные. Но, опять же, к телу достаточно приятные. Здесь у нас есть завязки, но, девочки, они не играют никакой роли. Они просто пришиты. То есть, ничего вы здесь не подтянете. Далее, здесь у нас они полностью прямые. Не зауженные, не расклешенные. А просто вот такими вот брючками. В общем, мне пижама понравилась. Пижама. Видите, я говорю, что пижама. Даже, честно говоря, я еще не знаю, как я ее буду носить. Но, мне кажется, первым делом она у меня пойдет как пижама. Дальше. Что хочу сказать по размерам. Вы знаете, вот этот размер 46-48. Я взяла, девчат, и, в общем-то, не пожалела. Всегда беру себе размер 48-50 пижамы. И брюки мне хорошо. А вот верхняя часть, футболка там или пижамка, ну, у меня всегда болтается. Всегда, как, знаете, более таким мешочком. Полочка вообще просто идеально подошла. Села по фигуре. И вот, а брюки, девчат, вот, вот именно брючки вот эти вот замечательные. Они, конечно, мне очень в обтяжку влезть я в них влезла. Но они прям в облипочку, в облипочку. Именно в попе, вот, ну, в бедрах. В принципе, носить можно. Я вот теперь, наверное, пижамы буду брать 46-48 себе. Потому что, ну, в любом случае, вот, на мне больше, на мне лучше смотрится именно вот так. Вот, когда кофточка прям по фигуре. Ну, пусть брючки немножко в обтяжечку. Но зато есть повод задуматься и чуть-чуть похудеть. Вот. В этом заказе у меня много подарков. Давайте я вам сразу их покажу, чтобы потом уже не запутаться. Это подарки за Милика. Так, это набор парфюм For Him Today мне пришел. И Череж. Эта парфюмерия не была указана в призах. Но, как вы знаете, замену делают. И замена, на мой взгляд, очень-таки достойная. В общем, я довольна. Далее вот такой вот подарочек мне пришел. Это Summer White зеленый. Кстати, я его не тестировала еще ни разу. Даже не знаю аромат. Представляете? Можно как раз-таки это сделать. Ммм, какой он свеженький. Первые впечатления это свежесть. И, вы знаете, как-то удивительно с ванилью. Ммм, ну да, вот первые минуты, как будто на зеленый листик набрызгали какой-то ванилью. Прикольно, кстати. А также, что я заказала по Милям, это набор NU. Это очищение. Комплексное средство для кожи лица. Очень его люблю. Борется с возрастными изменениями. Очищение плюс маска. Очищение плюс маска. И, кстати, именно это средство я еще ни разу не пробовала. Брала гель для умывания, очищалочку брала мне. Они очень нравятся и подходят. Поэтому, конечно же, не упустила шанс заказать себе это бесплатно. И крем-увлажняющий. Крем-гель для лица. Ультра-увлажнение. Этим кремом я пользуюсь на данный момент. Он у меня уже подходит к концу. Этот, конечно же, пойдет понятно в запасики. И теперь покажу парфюмы, которые я заказала за 349 рублей. Представители, знаете, что такая была акция в первые две компании. Я заказала себе ультра-секси пинг. Мне кажется, насколько... Насколько я помню, девочки и мальчики, этого парфюма уже нету в каталоге. Либо он, может быть, мелькает где-то в распродаже. Вот. Ну, вот на данный момент был здесь. То есть, если вы представители, любите этот парфюм, то у вас есть еще шанс найти его и заказать. Мне он нравится. Мне он нравится, знаете, на осень. Я им как-то пользовалась. И поэтому, конечно же, я заказала. Тем более за такие деньги. Сами понимаете, он очень классный. Сладкий прям такой вот девичий, фруктовый. Я не знаю, напоминает легкость, юность, беззаботность. Прям вот мой-мой аромат воспоминаний. И также я заказала персив оазис. Вроде как заказала его тоже себе. Но, не знаю, пока пользоваться им не буду. В общем, будет стоять у меня запакованный. Может быть, когда-нибудь я открою, если не подарю при удобном случае. Следующее, что я вам покажу, мои хорошие, это из распродажи. Как она называлась? Забыла? Модная распродажа? Или поправьте меня. Забыла. Но та распродажа, которая имела еще 15% скидку. И где у нас были... И где у нас была возможность приобрести маникюрный набор за 99 рублей. Помните? Помните. Но наборы мне не пришли, что, в принципе, следовало ожидать. Я даже не удивилась ни капельки. А все, что пришло, как раз я вам такие покажу по просто смешным ценам. Первое. Заказала вот такой вот лак Magic. Вот, знаете, только что коробочку выкинула. К сожалению, не скажу, как он называется. К сожалению, боюсь неправильно прочитать, как он называется. Виолетт. Вот здесь вот написано. Но в этой распродажной брошюре там и было-то всего его, по-моему, три цвета. Черный, белый и вот такой вот. Вот. Но он у меня на ногтях. Вы видите. Лак очень интересный. Пока ты красишь один ноготь. Вот, вернее, вот этот ноготь ты накрасил. Красишь уже второй. И этот высох. Это просто какие-то чудеса. Сохли бы так лаки. Далее. Вот вы видите, он кажется очень перламутровым. Но на самом деле он абсолютно матовый. Кто любит матовый, это плюс. Минус этого лака в том, что, если у вас на ногтях... Есть какие-то неровности, погрешности. Он просто все это, все-все выдаст. Как я ни старалась. Первый раз я накрасила, это вообще было что-то страсть козели. Следующий я это все стерла. И сначала, в общем-то, нанесла базу таким хорошим жирным слоем. А потом уже вот этот лак. Ну, потому что сейчас у меня ногти, честно говоря, в не очень хорошем состоянии. Особенно вот эти вот большие ноготочки. Не знаю, с чем это, честно говоря, девочки, связано. Вот. И, конечно, пришлось мне помучиться, чтобы вот хоть как-то так получилось. То есть здесь под этим лаком два хороших слоя базы. Вот. Поэтому, если есть какие-то погрешности, то этот лак все выдаст. Но в любом случае с базой можно замечательно справиться и пользоваться им. Стоил он 38 рублей. Поэтому, кто еще не делал заказы на это на третьей неделе, присмотритесь. Лаки приходят. И вот за такие деньги. А, кстати, у меня девочка знакомая, ну, тоже представительница, заказала белый себе такой же лак. Она все три заказала. Белый тоже очень здорово смотрится. Я пожалела, что не заказала. Ну, ладно, лаков этих у меня уже мерено-немерено. Далее. Далее у меня два карандашика для бровей. Один черный, один коричневый вроде так. Не помню, честно говоря. И четыре карандашика у меня для глазок. Тоже из этой же брошюры. Они шли вроде то ли по 79 рублей, то ли по 89 рублей. Ну, и минус скидочка, да, в 15%. Поэтому, сами понимаете, какая отличная цена. Для себя заказала вот такой вот наборчик для бровей. Вы его все знаете. Сейчас вот, допустим, я смотрела по 11 каталогу. Он стоит 269 рублей. Ребята, в этой брошюре, ну, вот не ошибиться бы мне, 89 рублей по цене брошюры. И минус, скидка наша. Представляете? Ну, как это? Вот я вообще не знаю. Я думала, он не придет, но чудеса. Он пришел. Знаете все, да, что маска для оформления бровей, это сами тени для прорисовки бровей. Поэтому я очень довольна. Кисточка. Многие говорят, что эта кисточка неудобная. Ну, не знаю. Я как-то пользуюсь. Вроде, знаете, мне и ничего удобно. Но я не особо там заморачиваюсь по прокраске бровей. Да я вообще не особо заморачиваюсь. Я и так красивая. Ты знаете, у меня есть представитель президентский клуб. Она вообще не красится. Она продает на тысячу. У нее каждый заказ по 20-30 тысяч. Ну, вот каждую компанию. Представляете? Она не красится вообще. Ну, вот как так? Она говорит, что я слишком красивая, чтобы мне еще и краситься. Ну, это так прикалывается, конечно. Так, а теперь я вам покажу, что у меня заказано из фокуса. То есть, есть тут и новинки следующего каталога, а есть просто предложения, которые делает для нас компания. Одно из таких предложений. Это был набор. Три средства. Тоже, по-моему, за 200 с копейками. Это свежесть хлопка. Освежающее, очищающее средство для женской интимной гигиены. 300 мл. Соком алоэ, экстрактом ромашки. Меня полностью устраивают эти средства. Девушка мне одна написала, не хвалите и не советуйте вот эти вот интимки. От них начинается молочница, аллергия и, в общем, всякая гадость. Мои хорошие, ну, я вам что скажу. Вот от этого, ну, никак не может начаться молочница и всякая гадость. Конечно же, я не спорю, что кому-то это средство может не нравиться. На кого-то, у кого-то может быть аллергия на него. Но не просто так. Значит, вы аллергик и какое-то вещество, которое там находится, вам не подходит. Вообще, если уж так-то, по сути, я никого не заставляю их покупать. Это выбор каждого. В набор также входил гель для бритья безупречная гладкость. Он увлажняющий с маслом пенника лугового 150 мл. Гель очень хороший. Я его брала. Но, знаете, так, по сути, как бы он вроде дороговатый. А когда получается в таком наборе, то вообще отлично. Почему бы и не взять. И плюс вот такой дезодорант. 48 часов защиты с силой минералов. Все в голубых тонах. Я взяла все для себя любимой. Так, из новиночек уже 12-го каталога также я заказала в фокусе. И опять же, это набор. Это обновленная серия Клиарскин. Здесь было тоже три средства. Давайте смотреть. Первое средство. Это пенка для лица очищающая, кислородная. О, это интересно. А еще не была на конференции, не слышала, что это у нас за новиночка такая кислородная. Для проблемной кожи на каждый день. Какая-то технология. В общем, тратата. Это очищающая кислородная пенка для лица с экстрактом пшеницы и витамином Е. Опять же, можно посмотреть более подробную инструкцию. Ну, в общем, здесь ничего особенного. Я люблю такие пенки. Летом у меня более часто получается высыпание на лице, чем зимой. Поэтому вот сейчас он у меня пойдет в ванну, и я им буду пользоваться. Конечно, более подробно понравилось, не понравилось, увидите уже в пустых баночках. Следующая новиночка, это очищающее средство тоже для лица против черных точек. Опять же, можно пользоваться каждый день с отшелушивающим эффектом, с алоэ вер и экстрактом ромашки. Очищает кожу от черных точек и предотвращает появление новых. Дарит коже ощущение чистоты, улучшает цвет лица. Вот так вот. Давайте посмотрим, как это дело выглядит. Вот такая вот гелевая текстура, прохладненькая, прям, знаете, приятная. В составе явно что-то охлаждающее есть. И вот вы видите, как скрабиночки. Да, это скрабиночки и достаточно приятные. То есть, это как получается гель-умывалка плюс со скрабирующим эффектом. Очень люблю такие вещи. Тоже пойдет уже сегодня у меня в ванную. И третье, что было в этом наборе, это очищающие салфетки. Они тоже для лица. Три в одном. Даже не знаю, что три в одном. Давайте почитаем. Дело в том, что ими я уже пользовалась специально, чтобы хоть вам что-то рассказать. Итак, здесь написано, влажные салфетки для лица три в одном, сокращение пор и блеска. Не требует смывания. Это отлично. Единственный минус, который я в них для себя лично обнаружила, это то, что они очень большие. Девчат, ну вот правда. Посмотрите. Даже я бы сказала, не большие, а очень пропитанные. Они прям очень-очень влажные. Мне кажется, если их сжать, то, наверное... Вот, представляете? Это я только сейчас проэкспериментировала вместе с вами. Я чувствовала, что так возможно. Они настолько вот пропитаны. Когда ты обработаешь им лицо, ты даже вот не знаешь, тебе хочется прям еще куда-то их использовать. Протерла лицо и думала, вот куда мне ее положить, потому что жалко выкидывать. Она такая еще очень влажная. То есть еще потом можно и руки, девчонки, протереть. Я не знаю, по локоти, локтей. В общем, ну может быть это плюс. Может быть это и плюс. Ну вы сами видели, сколько здесь влаги. Как практически получается тоник или лосьон. Все. Еще забыла. Такие вот пришли пробные образцы. Новая перфюмерная вода. Естественно, вот куда у меня исчез уже мужской парфюм. Даже прикольно. Я потестировала вот этот вот новый цветочно-восточно-фруктовый аромат. Женский. Мужской тоже. Ну, говорю, наверное, кто-то забрал. Понравился. В женском грушевая гранита какая-то. Магнолия и янтарь. А мужской это фужерно-ароматический аромат. Имбирь, листья фиалки, мускус. Аромат сладковатый, кто любит. Он вроде бы и нежный такой, сладенький слегка. Но в то же время, знаете, вот как комок накатывает, накатывает, накатывает. И вот взрывается разными красками. Очень интересный аромат. Понравился. Неожиданно для меня. Мужской. Вот этот парфюм, на мой взгляд, он тоже есть какая-то доля сластины. Но он более свежий, чем женский. Описала ароматы. Не знаю. Умею особо, я знаете, описывать ароматы. Я не парфюмера, ман. Вот. На этом все. Кто хочет зарегистрироваться напрямую в компании, получать все со скидкой, регистрационный сайт, как всегда, под этим видео. Под этим видео оставлю ссылочку на свой инстаграм, на группу ВК. Кому интересно, проходите, подписывайтесь. Буду очень рада. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok